Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, не является ли ведение карантина и пропусков тотальным контролем над личностью? Не является. Прежде всего, что ты подразумеваешь под своей личностью. Как мы помним, даже когда крестное знамение совершаем, то мы исповедуем Бога в Троице и исповедуем человеческую божественную природу Христа. Некоторые напоминания об основах догматики православной, догматики христианской. Что Бог один, одна его природа, но, тем не менее, три лица, три личности. И наоборот, Господь наш Иисус Христос и Единый во своей личности совмещает в ее единстве и божественную и человеческую природу. Вот когда схватили Христа, то схватили его человеческую природу или схватили его личность, которая совмещает и человеческую природу, и божественную в себе, в себе объединяет? Да, конечно. Конечно, тут нам поможет евангелист Иоанн Богослов, который в 19 главе говорит нам. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. Пилат перед этим как раз допрашивает спасителя, показывает, вот я над тобой властитель, вот ты стоишь со мной, передо мной связанный, уже побитый иудейскими стражниками, умученный после бессонной ночи и так далее, в незавидном совсем положении. То есть и римская власть как-то тебе не приветствует, и иудеи, иудейские старейшины тебя схватили, и апостолы тебя покинули. Ну вот в принципе тотальный контроль какой-то над спасителем нашим, но не над личностью. Господь уже, мы знаем, мы неоднократно слышали фразу и должны ее помнить, не бойтесь убивающих тела, но которые душе не могут навредить. Но здесь все-таки нам нужно помнить, что личность наша, она не только в теле заключается. Личность наша не гибнет с тела, что личность наша, даже если мы взяли и посадили нас в тюрьму, разве мы потеряли контроль над своей личностью? Вспоминаем священномученика Петра, преемника святейшего патриарха Тихона, который сидел в одиночной камере, которого потом сказали, объявили всем, что он умер в камере, а он еще жил несколько лет, уже даже за него как за живого не молилась церковь. Но тем не менее, что его личность была скована? Скована бы она была, если бы он принял грех, если бы он отвергся от Христа, если бы он как-то подчинился безбожникам. Но нет, этого не было. Когда колесовали великомученика Георгия, что он был под полным контролем личности? Нет. Нет. И великомученик Георгий, и, конечно, все проповедники, или там святитель Григорий, просветитель Армении, который в каменном мешке просидел, вот Хор-Вираб, замечательное место, что просидел в этом живописном месте, не видя вот этих окружающих красот, да, вот без воздуха, среди нечистот каких-то, что неужели он не был свободен? Нет, конечно, был свободен. Господь пришел и говорит, если хочешь со мной быть, в абсолютной свободе, в Царстве Небесном, возьми кресло и за мной иди. И порой еще, Господь говорит, чтобы через узкие ворота надо будет пройти. И когда ты проходишь через узкие ворота, и какой-то контроль, и целиком тебя держат, скаковывают оковы, стены, гонения, запреты, это никак не вредит нашей личности. Потому что наша личность, если мы христиане, и ставим душу выше тела, она зависит от души. От выбора греха или его отвержения. И никто не может ни через какой карантин подвергнуть, подтолкнуть нас к греху. Да, какие-то окружающие мысли, какие-то окружающие слова, какие-то окружающие действия, которые вовне приходят, они могут стать катализатором. Но тем не менее, Господь сказал, что ничего не оскверняет то, что приходит человек из них, а только вот то, что из него выходит. Поэтому прежде всего надо заботиться о том, очутившись на карантине, или наоборот, когда карантин закончится, и побежишь развлекаться, на шопинг наконец-то, даже в храм забудешь пойти, не дай бог, да, сразу лишь бы вот только развлечения какие-то и взять от жизни все. Надо сразу вспомнить, что не ограничение физической свободы — это контроль над личностью, а контролировать личность нашу может только сатана и только в том случае, если мы ему такое право дадим. А это право мы не должны давать. Мы должны следовать со Христом, который, будучи пригвожден гвоздями к кресту, оставался абсолютно свободным. Творцом неба и земли, который выбирал любовь и молился за своих распинателей. Продолжение следует...